Андрей, Андрюша, мне кажется, я рожаю! Боже мой! Врача, врача! Так, сейчас рожу! Держите её за руку. Слышенька, не волнуйтесь, держите за руку. Головку показать! Молодец! Молодец! Молодцы! Я Лариса Гузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ксения, Татьяна и Ольга. А жених у нас Андрей. Здравствуйте, рада вас снова видеть. Проходите. Андрей, 35 лет. Пытался уговорить свою невесту бросить женатого любовника, но не смог найти достаточного количества аргументов. Андрей по образованию экономист. Работает лично водителем известного бизнесмена. Гордится тем, что пошёл в армию по собственному желанию. Обещает относиться к своей избраннице как к принцессе. Предупреждает, что не представляет полноценной семьи без детей. Андрей не обратит внимания на чайную тусовщицу с короткой стрижкой, у которой главные пункты в распорядке дня только шоппинг и маникюр. Его избранница должна уметь накормить голодного мужчину, поговорить по душам, создать в доме уют и при этом выглядеть как с обложки журнала. Да, помню, помню. Андрей вас на прошлой программе. Помнишь, как он себе об голову бутылку разбил? Да, ну и правда, мимоходом ещё и несколько женских сердец, я бы сказала, несколько тысяч. Но он приятный, визуально очень приятный, мне нравится. Он такой прям мужчина, прям чувствуется мужчина с большой буквы М. Знаете, сколько звонили и писали нам? Это только вам, почему-то мне никто не звонил и не писал. Да, знают, куда писать. Давайте вспомним, как это было. Любовь, здравствуйте. Меня зовут Андрей. И я вам обещаю, ваша жизнь со мной не будет скучной. В начале программы я услышал то, что ты любишь мужественных ребят. Поэтому я хотел бы вызвать на дуэль одного из своих соперников. Поехали! Давай, 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 корни твои. Да посмотри. Есть! Слабо ли? Тебе сделать так. Слабо. Нет, такое не сделаю. Андрюш, клёвый, москвич. Андрюш, клёвый, не спорю. Привет. Привет. Спасибо. Андрюш, ну вас ведь выбрала невеста, и вы ушли не один. Так почему вы сегодня опять у нас? Что случилось? Ну, мы с ней встретились, пообщались, вот. И она мне по внешности не подошла. Но на внешность, конечно, он мне очень нравится. Такой высокий, наверное, брутальный. Приятный очень. Что было чрезмерное или чего не хватило? Наверное, чего-то не хватило. Ну, перечислите. Это не моё праздное любопытство. Сегодня придут девушки, я должна на что-то ориентироваться. Что не то? Ну, я не могу сказать... О, слушай, Рос, я сегодня девчонкам рассказывала уже перед съёмками, когда встречаешься со своими ровесницами, у них всё лицо в морщинах, седые волосы. А я говорю, а ты сделаешь что-то? Я говорю, ну, естественно, я где работать? А вот и я, представляешь, ничего себе не делала ещё пока. Хочешь сказать, ну и дура, или жадная, понимаешь? Поэтому, чем гордиться-то, что ничего не делала, вся в морщинах страшная, как собака? Может быть, вам не хватило в ней вот этой самой какой-то... Она не танцовщица, гоу-гоу, простая девушка, понимаешь? Андрёш, не хватило вот этого лоска, лоска не хватило. Да. Понятно. Какой-то яркости, наверное. Понятно. Я вообще его побрею, если что, сразу. Главное, не на лоске. А вот той самой яркости, о которой мы сейчас говорим, было в избытке у той девушки, с которой у вас были отношения. Да, да, это точно. Вы прямо её увидели со спины, рассказывайте. А можно я на секундочку один вопросик задам? Да, можно. Тамаре. Тамар, у меня свадьба была 07.07.07. У меня очень много друзей... В 2007 году. Да, в 2007 году. Очень много друзей женились на эту дату. И практически все развелись. С чем это связано? Потому что, несмотря на то, что этот день объявлен днём семьи, это всё-таки проверочная дата. Понимаете? Число 7, оно связано, во-первых, с проверкой на прочность, во-вторых, с духовным обновлением. И если люди не подходят друг к другу, если у них вот что-то внутри неправда, тогда действительно в этот период происходят критические перемены. Число 7 является очень серьёзным проверочным числом. Мне кажется, он такой ловелас. Да-да-да. Ну давайте всё-таки про ту девушку, которая была красоты неописуемой. Вы её увидели со спины. Мы с другом поехали на Воробьёвы горы. И когда гуляли там, подходили к светофору. Зелёный, красный свет горел для пешеходов. И стояло две девочки. Вот. Как раз у одной были волосы до копчика, скажем так. Они мне понравились. Естественно, образ я сразу тоже оценил человека. И подумал то, что сейчас обойду её на перекрёстке, посмотрю на её лицо, и если будет красиво, то подойду познакомлюсь. Так и случилось. Я подошёл, познакомился. Вот. Она мне не давала телефон, наверное, минут 15. Вот. Я уговаривал, уговаривал. И в эти 15 минут я в неё влюбился. В глаза, в губы. Вот. После этого подошла её подруга и сказала, что ладно, вот тебе её телефон и отстанет нас. В общем, у вас с ней закрутились отношения? Да, ну не совсем сразу, потому что она на тот момент встречалась с молодым человеком. Но, видать, что-то было в их отношениях не так, раз она пошла мне навстречу. Моим ухаживанием. Сколько в общей сложности ваша любовь продлилась? Четыре года мы были вместе. Четыре года. Почему не делали ей предложение? Я сделал ей предложение через полгода. А она что? Она согласилась через полтора года. Жених какой-то он странный. Как-то он много женщин менял. Мне кажется, он мнитель очень. Ну, потому что, наверное, мне 22 года, поэтому. Избирательный, думаешь? Ну, я думаю, да. Ну, конечно. Скажите, а она легко рассталась со своим бывшим? Я не знаю. А потом... Она легко со мной рассталась. Скажите, а потом у неё появился любовник или это вот всё тот же был? Это всё тот же, да. То есть она с ним всё равно периодически встречалась? Ну, этого тоже я не могу знать. На тот момент, когда... Ну, как же, вы же из-за этого и расстались. Да, ну, я больше с ней не общался. Я не вижу искры какой-то вот харизмы. Да, да, да. Сейчас ты выйдешь, будет тебе искра. А вы что, не возвращали свою-то, когда... Нет, я возвращал. И возвращал, и рыдал, и на коленях просил. Конечно. Так и что не жена тогда раз возвращала? А она уже сказала. Она сделала свой выбор. Ой. На все мои умоления. А у вас зарплата-то большая? 200 тысяч. О, у вас 200... Так вам бизнес надо, чего же вы возите-то? Ну, вот, сейчас уже начинаем. 200 тысяч – это достаточно хороший заработок для того, чтобы съездить там два раза в год на море, для того, чтобы было что покушать, куда сходить, рестораны, кино. Ну, он стремится, да, он что-то там еще планирует, открытие какого-то бизнеса, да, да. Вот все обвиняют Розу в том, что она меркантильна. Послушайте, никто из моих приятельств никогда не расспрашивает, какие были прекрасные глаза у жениха. Вот помнишь, в голубом пришел, и голубые глазки, под цветы рыбачки. А какой у тебя был классный парень, вот этот, который он в доме, да? Я говорю, да. А что ты говорила, у него в Англии там, да? И жена нет детей? Я говорю, нет. А сколько лет? Я говорю, 72. Ну, нормально, дочке 20. Хороший, ничего, ничего. Если не ей, так мне. А какой бизнес у него, да? Самолет свой, понятно, уже хорош всем. Понимаете? Поэтому это такая жизнь сегодня. Хотят все-всего из Розы. Это всегда так было, да? Поэтому, дорогусик, Андрюш. Я еще верю в душу. В душу, хорошую девочку из провинции, в душу, со своими длинными волосами, потому что на цирюльника нет денег, чтобы постричься модно. Вот, свои ресницы, потому что редко умывается, не выпало ничего от химической воды. Вот из провинции. Поэтому каждый день на Курский вокзал, или там какое направление больше нравится, прямо встречаете, и все как в сериал. Вы ее на красивой хозяйской машине подвозите к себе прямо домой на пожить, а там глядишь и служит. Только так. Ну, ты знаешь, я на его деньги не претендую. Ну как? А на что ты будешь своих детей воспитывать? Ну, это понятное взаимоотношение. Я думаю, что если она захочет детей, я думаю, он будет больше зарабатывать, стремится хотя бы зарабатывать денег. А, кстати, про квартирки-то попытай. Да у нее нормально, еще в той программе. Я не помню нифига, и зрителей не помню. Он москвич коренной, все у него есть, квартира есть. Ну, вот дом на Новой Риге, зарплат 200 тысяч, дай бог здоровья. Дом на Новой Риге. Дай бог здоровья, что у него работа тратится, пусть богатит. А у меня нет дома на Новой Риге. Ну вот, ну извиняй, Лариса. Ну, ты в него сильно влюбишься? Сможешь. Он покорит вершины. А что звезды, Тамарочка? Андрей, типичная дива, конечно. Конечно, потому что и Солнце, и несколько планет в Деве, и Юпитер. И вы, безусловно, человек устоев. Здесь в данном случае хочу еще добавить, что человек вы открытый, порывистый, при всем при том, что вы замечаете мелочи, вы внимательно очень относитесь к тому, что человек говорит. Вы не пропускаете ни одного слова девушке. Вам не хочется, чтобы она была дурой. Нужно, чтобы и будоражила, и чтобы прощала вашу требовательность, правильно? И чтобы была где-то и ребенок, и в то же время как отец такой строгий. Но делала вид, что она подчиняется. И подчинялась, но не до такой степени, чтобы не быть личностью. Все равно, подождите, какая-то перчинка в отношениях. Конечно, конечно. Да кому перчинку и надо? Он, смотри, без перчинки. Была у него какая-то простушка без перчинки. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Андрей. Привет. Меня зовут Ксения. Если ты выберешь меня, все твои мечты сбудутся. И мы вместе с тобой станем миллионерами. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Ксения. 28 лет. Бизнес-партнер в компании сетевого маркетинга. Гордится тем, что спасла жизнь нескольким щенкам. Мечтает построить дом в Москве. Предупреждает, что рядом с ней возлюбленный станет миллионером. Признается, что выйдет замуж 8-го числа. Возлюбленный легко расстался с женой ради Ксении. Но спустя 3 года с той же легкостью нашел себе новую пассию. Надеется, что Андрей – однолюк. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Можно я вам сразу по мини-презенту хотела бы подарить? Спасибо большое. Спасибо. Вы тоже видите это леопардовое плачье? Или его вижу только я? Я даже не хочу, поэтому помню, что говорить. А леопард очень модит, кстати, девочки. Не надо на рынок за ним сходить. Я думаю, на ближайший рыночек. Я думаю, там его найдут. Что у вас с цифрой 8 связано такого? И откуда вы знаете, что непременно 8-го числа выйдете замуж? Так запланировали себе? Да. С цифрой 8 у меня связано то, что вот в одно мгновение, наверное, лет 5 назад, года 4 назад, мне стали все время видеться цифры 8. Куда бы я ни взглянула. Был бы это номер дома, был бы это автобус, троллейбус. Что бы я даже с зарядным устройством у человека на столе в ресторане, на соседнем с номером 8. Вот я так подумала, что это мое число. Вот у меня даже такое вот есть... Ну да, бесконечность. Бесконечность, да. Но мне сказали, что бесконечность, это все-таки не очень хорошо. Все равно все должно иметь свое начало, свой конец. Вот. Ну, все-таки я надеюсь, что с Андреем у нас все будет. А я хочу к Тамарочке спросить. Тамара. 8 число – это число Венеры, в первую очередь, потому что через каждые 8 лет обновляется Венера. Она вечно молода, вечно девственная, если вы помните. И для вас это был, видимо, период перемен очень серьезных. Когда жизнь пообещала вам перемены. С другой стороны, это число Урана. То есть, с одной стороны, это какая-то ненадежность преобразования жизни. Плюс ко всему, это период, когда Нептун вошел в рыбу, и вы же рыба. Да. И поэтому вам судьба давала подсказки на каждом шагу. У меня, кстати, тоже по жизни меня преследует число 13. Я три раза жила в квартире под номером 13. Да. Ничего себе. У меня 11. Но я, правда, не в квартирах жила. Я всегда участвовала в каких-то проектах или конкурсах красоты. Мне всегда все время достался одиннадцатый номер. А своего возлюбленного вы тоже 8 числа встретили или уже не помните? Вы знаете, я помню, что это было 18 лет. Да, я его первый раз увидела в 18 лет. Я работала в компании. И он туда зашел, в кабинет случайно. Зашел, вышел, все. Я увидела, ахнула, забыла. Да, это мне было 18 лет. На самом деле, какое-то число было, конечно же. Когда узнали, что он женат? Узнала, что он женат, знала это сразу же. Но потом наша судьба как-то пересеклась буквально через пару лет. Знала, что он женат. Но какой-то вот интерес возник, встретиться. Раз человек так настойчиво в течение месяца приглашал. Он был настойчив? Да, да. А табу, женаты, нехорошо? Вот это вот себе пока не влюбились. А мы просто хотели попить кофе и все. Зачем, например, пить кофе какой-то девице с моим мужем, если она знает, что у него жена я, и просто я ее отравлю. Ей зачем? Не надо. Просто я к вам обращаюсь. Ну, поверьте, сейчас я это понимаю, как никто другой. И могу дать совет всем. А у него были дети? Нет, детей не было. Она говорит о том, что она знала, что ее парень женат. Как я расслышала. Боже. Серьезно? Слушайте. Фу, какая мерзость. В общем, вы его из семьи увели. Ну, он же не баран, чтобы его увезти, да? О, давайте так, девочки. Правильно? Мы все про себя знаем. Вот. Конечно, мы всегда интереснее, чем наши замужние подруги, которые уже где-то сидят поперек. Да. Ну, не скажи. Нет, я просто вам говорю это. Послушайте, если поставить перед собой задачу, из ста двоих мужчин нельзя увезти и уложить в кровать. Поверьте мне. Из ста двоих троих, может быть. Я вам с остальными уж интрижку и роман замутить легче легкого. Смотрите, прошло три недели, и он подал на развод. Я думаю, что у меня не было столько времени, чтобы что-то сделать настолько такое, что это все равно нужно время. Ну, я считаю, что если бы я встретила женатого мужчину, он бы так с легкостью ушел от жены, и я бы с таким встречаться не стала. Если он от одного ушел. Ну, нет, мне кажется, нет. Бывают все-таки, конечно, такие, что прям... Там любовь с первого взгляда. Да, прям любовь с первого взгляда. Вы поехали отдыхать, и она вам там позвонила. Я прямо... Ну, надо же. Да, сама эта история, да? Да. Я влюбилась с первого взгляда. А? Когда она позвонила вам в номер. Она позвонила уже, когда мы приехали. Просто с его телефона. С его телефона, да, раздается звонок. Я... Да, милый. Зайка. Ну, зайка уже, да, не помню. Да, милая зайка. Она мне говорит, нет, это не зайка. Типа, это жена у нас зайки. Вот. Ну, я с ней растерялась и, естественно, сказала, девушка, я вас не знаю, не надо больше сюда звонить. Повесила телефон. Все. Больше звонков не было. Вот. А потом стали жить в квартире, которую он готовил для себя и своей жены. Ну, он готовил, да. Все мы что-то готовим по жизни. Послушайте, я на вас не нападаю, Ксения. У кого из нас не было романа с женатым, по дурости, по глупости, по молодости. Но когда вам будет 76, как мне сейчас, вы будете об этом сожалеть. Понимаете? Вы прекрасно выглядите. Конечно. Сохранился. Я вам разрешаю пить мою. Что-то так выглядит. Милая моя, да, конечно, милая. Ну, если он выберет ее, я просто не знаю, что у него со вкусом. Нет, я считаю, что он адекватный человек. Со вкусом у него пробыл. И вот вы живете в этой квартире, вы официально вышли за него замуж, да? Нет, официально он мне предложил, но официально я не вышла за него замуж. И сколько у вас в свободном полете продолжались ваши отношения? Ну, в общей сложности это было, наверное, где-то 3,5 года, но мы расставались. А почему не поженились? Потому что сначала я была не готова. Я думала, что если беременность будет, да, мы поженимся. Ну, как-то вот все, мы весело жили, развлекались, молодость, все было хорошо, летали. Ну, то есть не до свадьбы было. Скажите, а жена его, как вы предполагаете, не оставляла, да, все это время? Потому что ту земельку какую-то, кладбищенскую, видели? Ой, да, жена очень тонко действовала, конечно, это поучиться надо таким, ну, учиться ни в коем случае не надо таким. Я вас бы отравилась, серьезно, и никто бы не нашел. А я верю, я бы на вас, я бы не посмотрела никогда. Просто, ну, это бы было самое малое. Вот эта земелька возле двери, цветы в горшках с кладбищенской. Это страшно, это на самом деле страшно. Это просто детский сад. Ну, это, по-моему, ужасно, конечно, такими вещами заниматься. Ну, это, в принципе, так же ужасно, как и встречаться с женатым мужчиной. Вы утверждаете, что вы из мужа можете миллионера сделать? Хотя бы пару приемов хочу в это... Но она бизнес-тренер. Ну, ну, хорошо бизнес-тренер, но я же грамотная какая-то, я все-таки речь-то русскую воспринимаю. То есть ты хочешь, чтобы она сейчас твои профессиональные навыки, бесплатно тебе сейчас... Я вас пригласила. Ну, пригласили, подари что-нибудь, что она дура... Да нет, потому что она как раз обманывает такой лохотрон. Нет, нет, слушай, давай за что-нибудь, давай часы сними. А нет, я вот это отдам. Нет, я, вы знаете, вот чужих вещей, как бы, вот точно не беру, абсолютно, да. Можно я скажу? В твоем возрасте сделать миллионером мужа в одну секунду. Ты просто свои миллионы отдаешь ему. Все. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Вам нравится, Андрей? Вот сейчас я, да, да, симпатичный, очень улыбчивый молодой человек. А статус? Андрей работает водителем у олигарха. Скоро олигарх будет работать водителем у Андрея. То есть вы к этому относитесь? Ой, этого зря сказали. То есть вы... Я отношусь... А вы отрекаетесь, скажите, не этот не. Если на данном этапе жизни Андрея это устраивает, Андрею это нравится, пусть он посмотрит, может быть, что-то возьмет для себя и... То есть вы гарантируете, что, чтобы Андрюх сейчас вот работодатель увидит, скажет, ой, а вы гарантируете Андрею, что через полгода он станет олигархом? Пусть уже ищет, конечно, себе нового водителя. Вы гарантируете вам декларацию написать? Да нет, да мне это что? Мне это вообще привательно. Если у нас сложатся отношения, если мы полюбим друг друга, естественно, я очень хочу иметь не там... Я хочу идти по жизни вместе, зарабатывать деньги, чтобы мы были там примерно одного возраста, чтобы нам было весело, интересно, чтобы мы все добивались, летали, путешествовали. А детей-то молодец. Молодец. Детей. Ну, я думаю, что мы пообщем. Я уже бы хотела детей. Оля, а ты готова уже рожать детей? Детей? Ну, наверное, все зависит от того, какой рядом мужчина, потому что на данный момент мне готова, потому что на данный момент мужчины у меня нет. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейные традиции и склет в шкафу. Семейные традиции. Есть такая? Да, но у меня с семьей такая традиция с мамочкой. Мы очень любим цветы, вообще все живое, собак, в общем, все живое я очень люблю. Вот, и мы каждую март, весной, то есть мы сажаем как минимум по одному новому какому-то растению к нам в зимний сад. Вот, и я немножко даже приготовила небольшое... Экскурсия. Да, небольшую экскурсию по своему зимовому саду. А вы живете с мамой или отдельно? Я живу... Могу жить одна, но мне очень нравится жить с родителями. Ну, пока что у нас вот такое вот все получилось. Но все равно все-таки вот прошу. Вот такой вот фонтанчик. Я такая по-домашнему. Но дом же... Ну, надеюсь, он все понравилось. Какая прелесть. Наверное, выходить не хочется, да? Ну, сейчас немного холодно, да. И вот я хотела бы мне... Андрюша сделал такой приятный сюрприз. Я хотела бы тоже частичку своего зимнего сада подарить тебе. Молодец, спасибо. После этого цветка у тебя все в жизни получится. Она его зарядила. Ну, послушайте. Слушай, а сюрприз приготовили или это и есть сюрприз? Сюрприз приготовили. Покажете? Конечно. С довольствием. Давайте, красавицы, полюбуемся. Проходите, показывайте. Посмотрим сюрприз. Может, он что-то милое будет, и мы тут зря... Может быть, он стих какой-то прочитает. Андрюш, мне кажется, я рожаю. Доктор, только аккуратно, прошу вас, все делайте. Пожалуйста, держите ее за руку, Ксюшенька, не волнуйтесь, держите за руку. Тушьтесь, тушьтесь, не волнуйтесь, все будет в порядке. Еще чуть-чуть. Тушьтесь, тушьтесь. Еще чуть-чуть. Уже головку показали. Молодец, молодец, молодцы. Мальчик у нас. Ой, какая прелесть. Поздравляю родителей. Дайте, дайте, дайте. Покажите, я буду крестной у этого чудного. Андрюша, не томите, дайте мне быстрее. Я же аккуратно, с младенцем иду. Я буду аккуратнее, скорее, видите, я уже как пьяная. Не придумала. Роза, это мальчик. Почему я их не родила, 15 штук? Ой, как он. Аккуратненько. Боже мой, боже мой, боже мой. Ой, обалдеть можно. Ты посмотри. Видишь, какой он гламурный. И по цвету холостей. Посмотрите, какая. Какая мама, такой ребенок. Такая мама, такой ребенок. Спасибо вам большое, спасибо, прекрасно. Отдавай мамочке, пусть мамочка берет. Мамочки отдавайте. Правильно, грудью кормить надо. Да. Спасибо большое, молодец. Девчонки, затейницу, подружку забирайте. Ой, как бы так в жизни бы все происходило. Пошла в красивом платьишке, быстренько родила, быстренько встала. Познакомились сразу. Но вам понравилась девушка? Ну, она не может не понравиться, такая красавица. А вам, Дмитрий? Интересно. Мне кажется, ты с ним можешь быть счастлива. Мне тоже кажется, что вот он, я его прямо рядом не дошел, и он прямо весь такой вот, вот с силой чувствуется мужская. Какая рядом такая становишься. Такая кошечка. Извините, не хочу, Андрюша, обижать. Вы простоваты для нее. Это сейчас, это просто так-то. Разберемся. Ну, разберетесь, конечно, куда же денетесь. Да, но мне тоже видится Ксения, птица и высокого полета. Она какая-то другая. Она прекрасная. Не будет она надрываться. Это она на работе, бизнес-тренер, понимаете? Это она на работе на своей учит, как простому парню сделаться вмиг миллионером. Захочется или в жизни, мне кажется, что ей хочется уже какого-то более готового варианта. Я так думаю. Нового звезда рассудят. Я думаю, что она вполне к переменам готова, потому что она человек, несмотря на то, что человек карьеры, работы, она всю жизнь будет работать, но она с таким же успехом может работать и дома, понимаете? Она очень домашний человек. У нее всегда будет прекрасный дом, всегда будут прекрасные дети, в этом ей не откажешь. Прекрасная мать выйдет из нее. И у нее с мамой тоже очень хорошие отношения. Роза говорит о том, что Андрей простоват для Ксении. Они друг к другу. Вы противоположные знаки. Уже в этом могут... Она вам нравится внешне. Она действительно умная. Она человек, скажем так, до которого хочется расти. И у вас есть физическая совместимость. Понимаете? Но иногда может возникать вот это вот чистое противоречие того, что она будет витать в облаках и стремиться к чему-то недостижимому. Возвышенному, да. И он будет со мной... Ах, как тебя прочитали. Он будет со мной и стремится... А вас это может раздражать. Знакомьтесь со следующей невестой. Удачи! Привет, Андрей. Меня зовут Таня. Мне очень приятно познакомиться. Я не обещаю тебя сделать миллиардером, миллионером. Ну, первый вариант тоже неплохой. Но я очень хочу сделать тебя счастливым. Спасибо. Это тебе тоже. Спасибо большое. Татьяна. А каким образом эту самую последнюю тучку ваша мама поставила в отношении к вашим возлюбленным? Вы знаете, она очень долго мучилась с нами. То есть она была... А вы жили вместе, да? Нет, нет, нет. Мы жили отдельно. Мы жили в квартире. То есть вдвоем. Мама у меня живет в другом городе. То есть она никакого отношения... Мама где живет? В каком городе? Чебоксары. То есть вы оттуда приехали? Да, да. А вы сейчас в Москве? Да. А вы маме что, жаловались, звонили? Ну, мама это мама. То есть она мне ближе всего. Она в курсе всех событий, моей жизни. Правильно. Я ничего от нее не утаиваю. Молодец. То есть что-то я могу не сказать подругам, но ей скажу все. Таня, очень необычная внешность такая прям вот. Да, яркая девочка, хорошая, да. А папа есть у вас в вашей жизни? Папа есть, да. Ну, папа у меня такой человек, он, как это сказать, он полностью слушает маму. То есть как мама вот скажет, так и будет. Ну, это хорошо. Папа любит маму, значит, да? Да, очень любит. Как Игорь говорит, я не подкаблучник, я просто тебя боюсь. И вот вы нажаловались, называется, своей маме до того, что она сказала. Все, мальчик мой, исчезай из жизни Таньки, иначе будет хуже. И он исчез? Да. А что было не так? Он очень неспорно. Что он там вам, чем обижал-то? Ой, вы знаете, я такой человек, если я вот с кем-то встречаюсь, я отдаю себя полностью, отдаю свою душу. То есть... Бил? Он не работал, жив за счет своих родителей, да? За счет меня, за счет своих родителей, за счет друзей. Вот подруги не дадут соврать, они очень хорошо его знают. Как? Он не работал. То есть он не хотел работать. А зачем вам такой умница-красавица, незрелый мальчишка? А так вот получилось, я не знаю. Вот меня чисто случайно взяла подруга с собой, то есть она попросила поехать со мной в гости, с ней в гости. И, видимо, человек влюбился, то есть он сразу там, давай жить вместе, все, ты моя. Вы кто в пансиональности? Я чувашка. Вы православная? Да. Православная христианка. А танцовщица-то, это вы что делаете? Танцуем в клубе. Это гоу-гоу, да? Да. Но я не только танцовщица работаю, я также работаю моделью, еще работаю рингел. И у вас высшее экономическое образование? Вы знаете, так получилось, что в предыдущих отношениях до этого, у меня были отношения три года, мне пришлось из-за мужчины бросить учебу на пятом курсе. Еще отношения? Это до этого мальчика? Да. А что за это? Ну, тоже, наверное, нет, хорошей жизни. Нет, был взрослый же, да? Был взрослый, да, ему было 40 лет. Сорокалитний мальчик, ну, что ли? Сорокалитний мальчик. А если мы девушки, то мальчики сегодня в 40 лет, мальчики, да? Ну, если дед кто взрослый, наоборот, бы сказал, учись, дедочка, образовай, никак-никак, а он разрешил вам бросить. Дело в том, что мы жили с границей, и возможности приезжать, сдавать сессию, то есть, не было. Девочка очень симпатичная, но мне кажется, ему нужна женщина сильнее по характеру. Да, определенно. Да, она очень приятная. А как вам, вот вы хотели? Мне нравится. Ну, гоу-гоу, не смущает, нет? Мама не смутит? Ну, это же временно все. Нет, не смущает. Конечно. Ну, ему-то чего. Девчонки, а вы замужем, подружки? Нет. Молодцы, приходите к нам в следующий раз. А то еще, знаете, как бывает, жених пришел за невестой, а ушел с подружкой. Сегодня никто ничем никому не обязан, поэтому вы смотрите, присматривайте. Да, пожалуйста. Я так понимаю, что каждая из этих девушек в вашем вкусе. Вот та самая длина волос, ухоженность. Правда? Правда. Вам таки? Я даже несколько не сомневаюсь. Да, Лариса? Да. А потом я уже говорила, для меня показательно. Если у девушки, у красивой-красивой подруги, значит, она хороший человек. Ей не надо окружать себя макаками, чтобы на их фоне выглядеть более-менее. Лариса, я вас обожаю просто. Правильно. У меня в подружке все красавицы, невероятные. Танечка, а вот молодость – это единственный недостаток, который достаточно быстро, кстати, проходит. У нее еще не будет. Чем? Да, ну, пройдет, хорошо там, не важно через сколько. А чем вы заниматься дальше будете? Ну, конечно, я вижу себя идеальной женщиной. То есть я хочу готовить, убирать, стирать. Нет, вы будете делать, что у вас это никто не отменит. Если мужчина будет требовать, чтобы я работала, я готова работать. Мне кажется, для серьезных отношений, конечно, такая девушка именно в качестве жены с такой работой не подойдет. Нет, конечно. Я вот просто не вижу ни одного «но», чтобы у вас что-то не получилось. Андрей заточен на то, чтобы заработать, построить и так далее. Вы тоже на это, поэтому прям, мне кажется, это уже сложившаяся пара. Вот идеально подходит. Андрею, Андрею. Кстати, у вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидание в день. Может быть, что-то там прояснится, проходите. Девчонки, мне кажется, прямо вот уже пара. Простой парень, работяга, ваша подружка, простая девчонка, работящая. Мне кажется, вот у них и разница в возрасте, 11 лет, очень хорошая. У тебя улыбка очень хорошая. Красивая. У тебя добрые глаза, кстати, мы с подружками заметили. Внимательные, знаете. Ты будешь очень хорошим отцом. Ты, кстати, хочешь детей? Да я вот просто слушала, там не слышно было. Хочу. Сколько ты хочешь детей? Дочку и сына. Да, двоих? Да. А я бы троих хотела, конечно. Ну, я не против третьего. Не против? А если пять? Будет возможность их воспитать, поднять мне ноги, обязательно. А у тебя есть домашнее животное? Нет, к сожалению, нет. Была собака. Заведем собачку? Обязательно. Только большую. А какой парад? Овчарка. Ремеска. Это прямо моя мечта. Ну, отлично. Понимаете, единственное, что, вы знаете, мне не нравится. Я у Андрея прям даже сцежусь в глаза сказать. Он водитель у богатого, у крученного, у верченного, у которого там шикарная ухоженная жена. Он смотрит и хочет так же. Но он водитель вот этого богатого. Понимаете, он не олигарх. И так же у него быть не может. Поэтому я буду уговаривать, но я еще третью невесту не видела, Натанечку. Вы ее что, там убили? Нет. Укусили? Нет, она меня выгнала. Что так? Сказала, пошла готовиться к сюрпризу. Видать, такой сюрприз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мне кажется, этот танец просто надо, наверное, понимать. Это вот в той нации, в той национальной. Мне кажется, это для своего мужчины, а не для всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Приходите к нам на программу. Все, сейчас в свою комнату, да? Все, ага, все. Мы будем сейчас вас обсуждать. Скорее послушайте. Дмитрий. Мне кажется, да, что вам кажется? Если рассматривать, я сразу так начну из трех, сразу же. Мне кажется, я имею в виду из подружек, из трех, тех, которых, да, 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 которые были. Вот вторая, которая посередине была, типаж, мне кажется, Андрея, ближе, внешне, вот то, что я говорю. И она даже и мой типаж, я вам открою такой секрет. Здорово, я прям так рада, что перешла на эту передачу, девочки, прям. Моя мама вот всегда права. Вот надо всегда ее слушать. Взрослых людей надо всегда слушать. Мне кажется, она просто вам пара. Труженица из простой семьи, которая знает цену копейки, которая работает не от хорошей жизни, вкалывает. Понимаете? И она ухоженная, и посмотрите, какая фигура, и какая красотка. Просто, мне кажется, ваша женщина. Я бы даже третью не рассматривала. Нет, давайте рассмотрим. Ну, естественно, это я так говорю. Не готова рожать, и нормально посмотрит, что водителем, и не будет требовать учить, и миллионерам не заставит становиться. И никогда не станет тыкать, знаешь, типа. Я тоже затанчу. У нее начальное экономическое образование. Захотите, она закончит, и будете вместе в бизнесе. Что вы там придумаете? Понимаете, браки должны быть равны. И нельзя вот это, когда начинается борьба в семье, кто-то такой, кто-то такая. Не, не, конечно, нет. Понимаете? Это недопустимо. Да, это недопустимо. Замечательно. Понравилось очень. Что скажешь там, Аллочка? Я спросить. Вы любите ведь женщин с восточными мотивами немножко? Они интересны. Я не могу сказать то, что я люблю, но они интересны. Ну, вам интересны они, безусловно. И я хочу сказать, что, конечно, совместимость даже по Луне у вас удивительная. Потому что вы, у вас Луна убывающая, у неё наоборот, вот для партнёрства у неё наоборот растущая. Она родилась после Новолуния. И она, как ребёнок в жизни, будет и удивляться, и прощать, и помогать даже тем, кто ей, кто может её обижать, понимаете? Я имею в виду в партнёрстве. Но у вас совместимость и физическая, и человеческая вообще во всех смыслах редкая. Вы смотри, как он сидит, и улыбается. Да нет, я сразу поняла, что это мой человек, когда я вот с ним пообщалась здесь, да, в нашей комнате. Конечно. Знакомьтесь с третьей невестой. Привет, меня зовут Ольга. Я приехала к тебе из культурной столицы для того, чтобы доказать тебе, что не все женщины в этой стране алчные. Проверим тебе. Спасибо. Ольга, 24 года. Генеральный директор дезинфекционной компании. В свободное время помогает подругам избавиться от недостойных поклонников. Гордится тем, что работает с 16 лет и умеет копить деньги. Мечтает жить в стране, где средняя температура воздуха 30 градусов тепла. Ольга рассталась со своим женихом, когда узнала о том, что кольцо, подаренное ей в день помолвки, предназначалось другой девушке. Надеется, что Андрей будет с ней честен. Я прямо представляю. Вот у вас свободное время, и вы так думаете, так, у Люськи и Зинки два недостойных парня. У меня как раз вот есть часок-другой, и я им сейчас помогу от них избавиться. Вы так, причепуритесь, да? Поглубже декольте, покороче юбка. И как вы? Вы говорите, ну-ка, иди-ка сюда, Семен. Еще она жилет. Нет, подожди, это такое прекрасное хобби. Вы соблазняете этих молодых людей, а потом подружкам говорите, он тебе недостойный, потому что вот так вот на раз повелся на мое декольте. Так происходит все? Нет, это все абсолютно по-другому. Дело в том, что когда-то у меня было тяжелое отношение, и когда-то я кому-то жаловалась, плакалась, говорила, какой он плохой. Но все в жизни возвращается. Теперь я в роли того человека, который слушает, собственно говоря, все это. То есть вы берете флакончик, ваш генеральный директор компании по дезинфекции, берете флакончик, так, пшик-пшик, партнера нет. Я каждую свою соперницу, конкурентку оцениваю во всех по достоинству. Во всех есть что-то, да, и недооценивать соперника нельзя соперниваться никогда. Что за глупость произошла? Вам кто-то сказал, что кольцо, подаренное вам на помолвку, предназначалось другой девушке. И вы себе уже не весь что вообразили и расстались с молодым человеком. Ну, просто глупость. Ну, все было на самом деле по-другому. Кольцо изначально, когда он подарил, он подарил... Это было уже третье кольцо, подаренное им. То есть он делал предложение уже два раза, никуда дальше это не прошло. Он хорошо знал мой размер пальца. То есть когда он подарил мне эти кольца, третье уже, кольцо висело, прям на размер оно было большое. Когда я спросила, а почему кольцо большое, ты же знаешь мой размер, что он ответил, что просто эта пара колец, она была последняя, как бы. И вот пара отказались. Она была такая красивая, там, со скидочкой. Вот я купил такое выгодное предложение. И вот, ну, ничего страшного, мы его уменьшим. Ну, прошло какое-то... То есть я приняла его, все хорошо. Прошло какое-то время, мы пошли на свадьбу наших друзей общих. И там вот завелся какой-то разговор между девчонками. И девочки сказали, что, ну, увидев кольцо, они сказали, а, это то самое кольцо, которое твой дарил вот это и вот. А им, конечно, у них недержание, да? Конечно, да. Что первый, что второй, что это мейкап, по-моему, одинаковые. Они не вместе с чем накрасить? Нет, но она хотя бы не в леопардовом платье, это плюс. Вам 24 года, у вас нет особенной биографии, но не сложилось с парнем, потому что кольцо, хотя можно было... Ну, из-за того, он, может, по глупости подарил, ну, лежала и лежала, предыдущая отказала ему. Ну, и куда кольцо, выбрасывать, что ли? Ну, и подарила его вам. Там было намного все жестче, то есть ситуация сложилась в том, что мы с ним познакомились в 17 лет, когда мне было, только исполнилось. Мы вместе работали, мы друг друга... А, слушайте, вы от него уходили 24 раза. Не только я, он тоже меня бросал. Ну, не важно, уж что... Дважды вы, трижды согласились, да, этот, ну... Ну, было и было по молодости. Мне очень нравился тот момент, что он на мне всегда экономил. То есть он говорил, что у нас нет денег. Я, как влюбленная женщина, экономила 18 рублей на маршрутку, шла зимой пешком. Вместо того, чтобы сесть, поехать на маршрутку, я шла пешком под минус 30 градусов мороза, чтобы сэкономить 18 рублей. А он мне врал, что мы кому-то должны. Однажды я просто нашла деньги в его куртке, 10 тысяч долларов. Когда я спросила, я говорю, а что это такое? А, ну, это мы должны, это вот я собираю там. Но, может быть, правда этот дом? Нет, это была неправда. То есть, когда мы расставались, в те моменты он встречал, находил новых девушек. Одной открыл бизнес, другую одел с ног до головы, третью возил там по странам. Может быть, это такие же сплетни? Нет, это действительно... Послушайте, какой должен быть парень-идиот, чтобы от такой красавицы, как вы, загулять с кем-то и тратиться на кого-то другого, когда рядом с ним вот такое чудо, как Ольга. Зашли бы на сайт двоеточек ТВ. Вот там мужчины, которые не обманывают девушек. Вот так вот послушаешь, да, женские судьбы симпатичных девушек, да? Красиво. Вот достойных, приятных. Вот что это такое, а? Возраст не смущает, Андрей, 11 лет разница? Вам зачем старче в 24 года? Я не люблю молодых мужчин. Я считаю, что мужчина, он должен все-таки быть мудрым. А вам достаточно, что вот Андрей в 35 лет имеет то, что имеет? Ну, я считаю, что не в деньгах счастья, как это бы смешно не звучало. Что вы говорите? Действительно, да. Правда? А участие в конкурсе «Краса России» и так далее, это что, все бесплатно, да? Это да, действительно бесплатно. То есть я занимала вот эти призовые места. А платье ваше сколько стоит? Очень дешево. Давайте посмотрим на вашу работу. Добро пожаловать в мой офис. Так на самом деле выглядит офис начинающего предпринимателя. Вот такой обычный день. Я сижу за столом, за компьютером. Занимаюсь очень важными делами. На самом деле, вот они. Да, именно вот этим я занимаюсь с утра до вечера. Это очень важно. И занимает очень много времени. Иногда я веду бухгалтерию, отвечаю на почту, распечатываю документы. Ко мне заходят люди, порой за препаратами. Я их продаю. Что еще есть интересного? Самая важная вещь, нужная в офисе, это у нас микроволновка. Да, не густо, но это правда жизни. Именно вот так начинают предприниматели. Я думаю, он будет выбирать между мной. Она рассуждает хорошо, но все равно считаю, что... Между мной будет выбирать и вот эта вот третья девочка. У вас остался один бонус в скелет в шкафу. Мне, например, страшно о такой прекрасной девочке что-то узнать. А мне нет. Ну, раз вам не страшно, давайте посмотрим, что там. О боже, какие очаровательные скелетики. Что это? У меня есть два небольших скелетика. Рассказывайте. Однажды, когда мой вот этот вот молодой человек, он часто переписывался с девушками, с другими, то есть постоянно в каких-то соцсетях, еще где-то. Однажды я вскрыла его соцсеть и удалила всех девушек из друзей, которые были. Какой скелетик? Правильно, какой скелетик. Какой замечательный скелетик. Какой скелетик? Неправильно поступила. А второй? Вторая ситуация. Я работала в клубе барменом, мы встречались с администратором, и после того, как мы расстались, он так грамотно слил меня с работы. То есть меня из-за него уволили. После чего я позвонила своему работодателю и рассказала, очень извинила, и сказала, что у меня простите, что я была к этому причастна, но вот конкретно с этим человеком мы сливачили деньги вот таким вот образом. А почему были причастны? То есть мы, ну... Левый алкоголь? Левый алкоголь, да, то есть мы где-то что-то не клали в кассу, что-то там добавляли в чаевые, то есть за счет этого мы зарабатывали. Вот, я рассказала это все владельцу клуба. Стуканула, молодец, слила, короче. Да, и после этого, соответственно, уволили его тоже. Отомстила, мать. Кадзел. Да блин, не нужно, потому что строить отношения на работе. Работу с отношениями, с личной жизнью лишать не нужно. Мне для сюрприза нужно подготовиться. Андрей, пожалуйста, проходите на сцену, присаживайтесь на стул и ожидайте моего появления. Как скажешь. Кстати, я вас видела по карте. По карте очень красиво выглядит. Я вот тут вот сидела, прям очень красиво. А меня видно? Да, вас двоих было видно. Когда они спрашивали, вопросы давали, я что-то кассеты. Где телефон? Где телефон? Где Таня, смотри! Удивила! Спасибо! Ой, мама! Молодец! Ну что, Дмитрий? Симпатичная, умная, стремительная. Мне кажется, что Андрей подойдет. И вам тоже понравилось, правда, Андрюш? Да, не понравилось. Сразу ум видеть блестящий. И все прямо, да, 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 да. Вот так руки связала, сказала сидеть. Давно таких сюрпризов у меня не было. Ну как тебе жених, Оля, рассказывать теперь вживую? Ой, мне Ольга очень понравилась. Приятная, да? Да, вот пока я сидела здесь, я еще сомневалась. Но когда я вот танцевала, и пока мы сидели там, я поняла, что прям вообще... Тамара, даже как-то стяжусь к тебе обратиться. Ну да. Конечно, по многим параметрам подходите, но, скажем так, в физическом смысле, что для вас сейчас наиболее важно, здесь, я бы сказала так, с партнерами у этой девушки будет всегда. Да, официальное отношение близится, значит, мужчина зажимает ее, становится жаднее. Понимаете, отношения становятся вроде бы и свободнее, и дружественнее, но жаднее. А у нее Венера в Альве, Марс и Юпитер, и ей требуется блистать. А что касается физической совместимости, вот здесь будут как раз и страсти кипеть. Можете подсесть то, что называется на секс, да. Но вот так, чтобы постоянно вместе, это называется, пришел, ушел, подрался и разошелся. Она подняла настроение. Ну да. В принципе, надо взять у нее телефон, у меня очень много мужчин, кстати, друзей. Как вам подрался такой сюрприз. Кому вы советуете подойти Андрею? Я советую все-таки Колье. Почему? Ну, ближе к его типажу. Если зайдет, он к нам выйдет, станем. А вот, пока подумай. Вы знаете, я относительно вас вспоминаю просто анекдот. Я, по-моему, тоже рассказывала, или когда же как, притча. А слон тону бананов съест, съест он съест. Кто же ему даст, в общем-то, понимаете? Вот, ну, для вас, Танечка, это самый идеальный вариант. Не искушайте судьбу. Ну, он готов, мне кажется, для женистка. 35. Знаешь, может быть и 40 лет и быть не готов. А может быть и 25 и готов. Когда я была лимитой, мне нравились хорошие мальчики. Но я понимала, что я, ну, никто, и я нежелательна в этой семье. Потому что у меня ни кола, ни двора. Потому что у меня нет образования. Потому что я молодая. И тебя это держит на плаву. Тебе это помогает жить. Тебе это помогает, ну, как-то от этих камней, да, судьбы, ну, как-то уворачиваться. Вы тоже должны себя знать и понимать. Ну, конечно, Татьяна. Ну, какая Ольга. Вы сойдете с ума от ревности. Танюш, выходи. А что звезды? Может быть, мы не правы с Розой? Наилучшая совместимость у вас с Татьяной. Делайте свой выбор. Ваше сердце точно вас или не сердце приведет туда, куда вы хотите. Мы в любом случае вас поддержим. Пожалуйста. Взяла кредит под свое имя. Оплатила своему возлюбленному ремонт. А сказал, Светка, замуж за меня, иди. Ну, он не сказал, но он мне сказал. Честно, честно. Волшебные слова, я тебя люблю. Я люблю тебя. Где моя сосиска? Я есть хочу, я с работы пришла. Я приглашаю всех выйти и поддержать решение Андрея. Спасибо. Вопреки всем звездам, я поверил в сердце. Я очень рада, что ты сделал этот футбол. Надеюсь, ты не разочаруешься во мне. Я тоже на этом надеюсь. У нас есть пара Андрей и Ольга. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я Лариса Бузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Рада за вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова